Мы добавим еще в нашу жизнь везения и удачи, фарта с помощью фэн-шуя. Для этого мы связались с нашей гостью Лора Бакари, специалист по фэн-шуи. Лора, здравствуйте! Доброе утро, Лора! Доброе утро! Доброе утро! Ой, отлично! У вас все по фэн-шуи уже смотрю там, да, уже? Конечно! Самое главное, что вы улыбаетесь, не знаю, по фэн-шую ли, но это хорошая примета для нас, по крайней мере, у утренних ведущих. Вот расскажите, пожалуйста, почему у фэн-шуя есть такая миссия, и у людей надежда, и какая-то функция, что можно действительно с помощью него как-то изменить в лучшую сторону свою жизнь? За что вот ему так все это нареклись, скажем так? Ну, потому что фэн-шуи — это действительно умная, точная наука. К сожалению, вот эти книжечки в начале 2000-х, где нам предлагали расставлять какие-то предметы по углам, к сожалению, вот эти книжки подпортили знание классического фэн-шуя. Классический фэн-шуй — это о пространстве, которое нас окружает. И в каких-то ситуациях это пространство нам помогает расти карьерно, выйти замуж, родить здоровых деток, а в каких-то пространствах, идукартирах, домах, офисах. К сожалению, мы болеем, мы разоряемся, теряем работу и так далее. Поэтому фэн-шуй — это очень мощный инструмент. Лора, подскажите, а вот фэн-шуй, он удачу как трактует? То есть это успех во всех сферах или есть какое-то определенное? Ну, как знаете, вот у китайских, в китайской культуре кот, который машет, там жаба, которую надо гладить, что-то там, какой-то пузатый человечек, которому попузно доводить. То есть что это? Это символ или определенное что-то? Вот как раз я только что сказала, что ни с какими вот жабками, человечками мы не работаем. Это китайская традиция. У них огромное количество разных божеств, и они им, конечно, как-то, ну, может быть, поклоняются к нам, к русским людям. Эти божества не имеют никакого отношения. Тогда мне на черепаху спрятать куда теперь? На самом деле, вот китайская метафизика, фэн-шуй, это только одна, ну, скажем так, наука из большой системы китайской метафизики. Китайская метафизика включает в себя и китайскую астрологию, и фэн-шуй, и стратегии, как и в какой ситуации человек будет делать. Это называется цемент ун-зя. И выбор, да, для важных событий. То есть это очень-очень объемная система. И фэн-шуй это только одна из них. Лора, что нужно сделать дома, давать практику какую-то? Может, здесь угол, да, какой-то удачи. Чтобы, да, вот жить хорошо и легко и комфортно нам. Я сейчас, наверное, вас разочарую, но, к сожалению, самим разобраться – это очень сложно. Нужно либо учиться этому, либо пригласить консультанта. Потому что консультант работает, я сейчас вам покажу, если будет видно, вот с таким компасом. Это наш рабочий инструмент. Как много там значений. Да, вот каждое колечко, не знаю, видно или нет, это формула. Понимаете? И нужно знать и понимать эти формулы. То есть нельзя сказать, что угол там какой-то правый в зале, да, где, там, не знаю, какой-то определенный. Вот это угол удачи. То есть может быть такое, что для меня там удача, комната будет ванной, не знаю, у Валеры это кухня, да? Ну, как-то так символично. Я могу единственное сказать по системе летящих звезд, не буду сейчас спутать наших зрителей, но сейчас на Западе, в вашей квартире, очень хорошая энергия. Там сейчас живет очень, такая называется, звезда процветания годовая. На Западе. И это значит… Да, и там надо, значит, что-то, не знаю, поселить, самому поселиться, чистить часть. Да, можно поставить какой-то… Да, можно поставить рабочий стол, можно поставить кровать, если получается, если это в спальне у вас. И это большое пасфорье. Ну, Лора, скажите, а что… Так на Западе, на Западе, на Западе. Что можно нам изменить? Вот у нас, смотрите, три-четыре дивана и стол. Что нам можно поменять, чтобы, может быть, что-то изменилось? Может, денежный поток у нас увеличился, я не знаю. Что сделать нам дома? Скажите. Валерий Сенькин. Я вам скинул план квартиры своей, помогите мне. Плана мало, надо знать измирение. Я должна приехать к вашему дому и узнать… А, вот с вот этой картой, да? Что я поняла Запад? Вот скажите, Лора, а вообще это зависит только от места расположения, скажем так? Или тут влияют цвета, не знаю, там, наличие… Объем. Да, объем, форм, например, там, живого-неживого, ну, в конце концов, какого-то такого, да? То есть есть растения, есть там просто мебель, вот, к примеру. Вот как это? Давайте начнем так. Вся китайская метрофизика строится на такой, называется, теории приединства. Небесная удача, человеческая удача и земная удача. Небесная удача – это ваш гороскоп, астрология. Человеческая – это ваши действия. Иногда по гороскопу, по астрологии вам приходят прекрасные моменты, а вы ничего не делаете. Вы упускаете свою удачу. И третья – земная. Это как раз фэн-шуй. И вот если мы их разделим, вот эти 100% на три вида удачи, то фэн-шуй, он нам может дать всего 30% удачи. Остальное все равно зависит от ваших действий и все равно зависит от вашей, так скажем, карты судьбы. Ну, слушайте, ну, 30% – это, тем не менее, нормальная такая. Иногда бывает… Да, не везет, и можно все по-крупному, а тут хоп и скорректировал. Я понял, я понял, Лора, нужно прийти в новую квартиру, когда выбираешь квартиру, вот с этими, с вашими формулами, вот так зайти. С вами, надо сказать. С вами, с вами, с вами. Так, ну, вот эти углы вам не подойдут, Валерий. У вас будет просто круглая комната. Круглая, без углов. А такое возможно, действительно, какое-то такое решение интересное? Ну, неожиданно. Слушайте, наши квартиры строят, конечно, у нас далеко не по фэн-шуй, но все равно найти хорошее место, куда поставить кровать, куда поставить рабочий стол всегда можно. Спасибо. Ну что ж, будем руководствоваться. Решение найти всегда можно. Будем руководствоваться, стараться таким образом, да, как-то привлечь. Я ваши контакты уже записал, все, чтобы вы пришли и посмотрели. Спасибо огромное, мы говорим, специалисты по фэн-шую Лора Бакари, правильно я вас поняла? Бакари. А, Бакари, на первое. Бакари. Спасибо огромное и за советы, и будем учитывать, да, надо как-то постараться на самоизоляции есть, и даже время самому чуть-чуть познакомиться. Вообще, это целая наука, я понял, что это целая наука, надо в нем разбираться, в это разбираться. Три, как ты живешь, как, под какой, ну, то есть гороскоп, нумерологию, да, и вот... И четвертое, знаешь, что четвертое. И дизайн.